На Гомельщине началась распространение проекта по строительству военно-историчного комплекса «Партизанская Крыничка». Как ожидается, он будет участвован в урочище «Чонки» Гомельского района. С первыми пропановами ознайомились наши корреспонденты. Идею творения, присвеченного партизанскому руху военно-историчного комплекса, огучил старшиня облаконка Магина Целовей. Причем, место для него специально выбирать не пришлось. У середини 80-х, прикладно у пяти километрах от Гомеля, на месте партизанской стоянки, усталявали стелу, каля якой, что год разом с участными поколениями, сбиралися былые партизаны и подпольщики. Архитекторы института «Гомельграмадянпроект» тут бывали не однойчей, а после отримания задания приехали знов. Необходно было не просто показать, что такое соправдный партизанский лагерь и еще нагадать об героичным минулом белорусского народа. Новый партизанский комплекс повинен отповедать с ушастным потребованиям до музейных установ и быть цікавым для простовников разных поколений. На сегодня сяроц запланованного на партизанске мемориале – выставочная зала, капличка, каля двух десятков землянок, які будуть аутентичными военным аналогам, а так само склад сброи, конюшня и сброевая майстерня. Это вообще материал для дальнейшего обсуждения. То есть это отправная точка, да, то есть мы сделали какое-то предложение предварительное, дальше этот материал будет рассматриваться, возможно, корректироваться, чем-то дополняться, от чего-то, может, откажемся. То есть это первая точка начальная. Архитекторы кажут, что они готовы выслухать про пановы у першую шаргу одновуковцев. Одинной думки. Например, Пакульняма на конт наполнения плясоки военной техники. Накольким это згодная установка на комплексе тех же танков, самолетов и великих гармат, яких у партизан не было. Есть и иншие пропановы. Интересно, чтобы были именно аутентичные для атмосферы деревянные землянки, чтобы была в этой общей концепции какая-то дорога войны, ну, которую можно сейчас, тем более, если еще достаточно многого на лом даже сдают всякие мотоциклы, которые те же когда-то были произведены и на базе немецких мотоциклов, а у нас вот эти мотоциклы К-750, это, в принципе, когда-то еще их прежненькие, те же БМВ, да, и создание, в принципе, на фоне них и какой-то похожей техники, именно такой дороги войны, это была бы интерактивная площадка, фотозона определенная, которая давала бы на фоне леса атмосферу. И для меня лично, опять же, как и для белоруса, очень памятно, это сгоревшие деревни, можно было бы сделать окраину, скажем, деревни, да, где остались только печи, фундаменты. В последний час на Гомельщине робится шмат для увековечивания исторической памяти и умоцевания связи поколений. Сярод наибольшь значных – мемориалы у Лоеве, откуда началось полномасштабное вызволение Беларуси, и Алле, якую в 1944 году спалили карники. Сюда же можно додать открытый у Гомеля помник братам Лизюковым. Партизанский комплекс не просто дополнить этот спис, а станет еще одной визитной карткой региона. Партизанское движение в Беларуси следует объявить национальным достоянием нашей республики, следует уберечь его от всяческих попыток дискредитировать это движение. И более того, выскажу, может быть, смелую мысль, но тем не менее не могу об этом не сказать. Быть может, имеет смысл на уровне Конституции закрепить бережное отношение к памяти о Великой Победе и к партизанскому движению в Беларуси, которое внесло исключительный вклад в эту победу.